Сегодня состоялось заседание правления ФАС России, обсуждался ряд вопросов по тарифным решениям на рынках газа. Один из вопросов касался установления тарифов в республике Саха-Якутия. Речь идет о тарифах на услуги по транспортировке по магистральным газопроводам и о стоимости газа. Соответственно, цены были повышены, тарифы проиндексированы на 2% и по той и по другой услуги. В рамках заседания приняли участие все заинтересованные лица, включая компании, которым устанавливаются тарифы, региональные энергетические комиссии, а также Совет потребителей на рынках газа. Решение было принято с учетом состоявшегося обсуждения. К сожалению, есть целый ряд разночтений между тарифным регулятором субъекта Федерации и регулируемыми организациями. Особенно это касается вопросов, связанных с долгосрочным развитием и с программами газификации. С учетом этого было принято решение, кроме прочего, дополнительно поработать вопросы взаимодействия ФАС с правительством Республики Саха-Якутия и с региональной энергетической комиссией. Кроме этого, мы договорились о том, что мы в раздел региональной дорожной карты по конкуренции включим рынки газа как ключевые рынки и как рынки, имеющие серьезное социальное значение. И в рамках этого будем обсуждать вопросы, связанные с дальнейшим газификацией и развитием систем газоснабжения в Республике. А также с учетом того, что сейчас готовятся документы Министерства энергетики по вопросам разработки программ газификации. Поэтому рассчитываем, что в будущем гораздо больше понимания будет у всех участников рынка и региональных властей по этому вопросу, и ситуация станет более предсказуемой и устойчивой. Также были приняты решения по вопросам, связанным с транспортировкой газа для независимых. Принято решение перенести рассмотрение этого вопроса. В ближайшее время мы направим в правительство предложение о проведении совещаний по данному вопросу. Здесь есть разночтение участников рынка и регулируемые компании по вопросам, связанным с инвестиционной программой. Есть ряд вопросов, связанных с необходимостью доработки нормативно-поровой базы, включая методики тарифного регулирования. Также все те, кто принимали участие в заседании, договорились о том, что мы сейчас плотно приступаем к разработке изменений и дополнений в методике тарифного регулирования, которые касаются и методик ФАСа, и основ ценообразования правительства Российской Федерации. Будем обсуждать вопросы, связанные со стандартами раскрытия информации. Как раз этот диалог показывает о том, что недостаточно потребителям услуг по транспортировке газа той информации, которая сейчас в установленном порядке публикуется регулируемой компанией. Поэтому такая работа также в ближайшее время будет продолжаться. В правлении была продолжена работа по приведению к сопоставимым условиям деятельности на рынках газа в Крыму и в Российской Федерации. То есть все субъекты Федерации должны работать в равных условиях. Поэтапно мы такую работу проводим. На этом заседании правления было принято решение о дальнейшей унификации групп потребителей газа, а также принято решение о повышении тарифов для некоторых категорий потребителей. Причем важно, что эти изменения не приведут к ухудшению ситуации на рынке тепловой и электрической энергии. Также было принято решение о снижении тарифов для промышленных потребителей. Это сделано с целью интенсификации экономической деятельности в Крыму. И это будет способствовать дальнейшему развитию экономики этого региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова